Ну вот я все время с продавцами этих мазей была в такой дискуссии, я говорю, я за, чтобы мои клиентки, например, после перенеотомии, после эпизиотомии наносили, к примеру, какое-то чудо-средство, просто арнику на эти швы, и шовчик формировался тоненький-тоненький, без отложения килоида, чтобы, ну, действительно, у некоторых надо очень сильно присмотреться, чтобы увидеть такой, ну, большой шов. Он же там сантиметров 10 выходит, да? Вот, но хотелось бы сделать его очень тонким и нежным. Но нет, таких средств нет, это не та серия, что ваши врачи вам этого не сказали, они это от вас скрывают, вот купите у нас, и будет вам счастье. Нет, просто, во-первых, как там применять компрессионные давящие повязки непонятно раз, во-вторых, они не обеспечивают все-таки того эффекта, на который мы рассчитываем, потому что все-таки физиология формирования рубца, килоида, да, она у всех совершенно персональная. И если у вас где-то когда-то был рубец, вот посмотрите на него внимательно, если уже где-то когда-то он был сформирован, такой мощный, толстый, отечный, то, скорее всего, что в любом случае, на любом другом месте, там лицо, не знаю, шея, грудь, где хотите, будет такая же ситуация. Поэтому, скажем так, у женщин действительно диаметрально противоположная ситуация. У нас есть ситуации необходимые, например, пластика искусственного или пластика или искусственное влагалище, да, при различных аномалиях развития. Но это тема отдельного вебинара и встречи. А вот все, что касается красоты и эстетики, то, в общем-то, мне кажется, перешивка и изменение дизайна – это, ну, только дань моде, если там нет именно аномалий развития. Потому что, если говорить именно об женском обрезании, то это калечащая операция, которая применяется, ну, на сегодняшний момент, насколько я знаю, в мире, только в определенных каких-то, как бы их красиво назвать, племенах Африки, которые исповедуют определенную религию контроля над женщиной. И чтобы женщина была полностью подконтрольна, ей реально ампутируют клитор и часть половых губ. Делают это совершенно в детском возрасте, скалывают это все большой иголкой от кактуса. И такие, в общем-то, африканки приходили к нам рожать. И мы имели фактически тяжелейшие рубцовые аномалии, которые, скажем так, не позволяли ее родоразрешить адекватно, не разорвавши при этом всю промежность. Вот, поэтому об этом мы знаем, но это, в общем-то, современная дикость. В основном женская гинекологическая эстетика – это улучшение тургора, цвета, различные прически, сценарий, там, я не знаю, татуировки, пирсинг, что хотите. И плюс там мезотерапия, лазерное омоложение, РФ и все остальные, скажем так, методики. Вот все, что применяется для лица, все это же применяется для промежности, для кожи, для отбеливания, для улучшения тонуса. Ну и плюс вся хирургия, введение филеров и подобных препаратов для изменения угла уретры, либо есть такая модная тенденция импрегнации или как усиление точки G, что, на мой взгляд, несколько может улучшить либидо, но кардинально не настолько, насколько бы хотела женщина, поскольку с точкой G, мне кажется, это надо делать отдельно. Нашу встречу, вебинар, там вообще все очень непросто. Тут интересно бы анатомию вспомнить и сказать, что женская точка G – это проекция кавернозных тел, которые у женщины тоже имеются. Есть скопление кавернозных тел, которые фактически уходят в головку клитора. То есть женская и мужская анатомия, она подобно развивается из одинаковых зачатков, но формируется в несколько разные органы. У мужчин тоже есть маточка выше простаты, но она, естественно, не является плодовместилищем. Ну и вот аналог женской, той же самой простаты есть у женщин, вернее аналог мужской простаты есть у женщин, и есть аналог кавернозных тел, которые изучали, очень хорошо описали, в связи с тем, что они хорошо наполняются и контурируются при применении рентген-контрастных веществ. И это тоже индивидуальная особенность. То есть, с одной стороны, ты уже родился, как уродился, а с другой стороны, это, скажем так, как любой рефлекс, возможно, развивать. Но этот рефлекс, он где формируется? В голове. Ну, в основном, в голове, в определенных отделах мозга, но, скажем так, перешить свою анатомию, это не значит сделать два семимильных шага к достижению оргазма. Вот, чего бы хотелось бы мне озвучить для наших женщин, которые иногда, знаете, идут в какие-то крайности, что для того, чтобы достичь чего-то, мне надо побороть свою анатомию. Ну, фактически нет, научитесь этим пользоваться. Это такой, знаете, очень искренний, медицинский, честный посыл, потому что, понятно, есть очень большие пласты бизнеса в этом направлении, да, и вот тут надо очень четко, желательно отделять, где бизнес, а где медицинская потребность. Ну, вот.